МАРИНА ДЕВЯТОВА Когда я вышла из комнаты, Ольга Шелест меня поймала и говорит, ну что? Я сказала такую вещь, что мужчин я буду очаровывать, а женщин, на тот момент я просто не знала, кто будет в жюри, сейчас я уже знаю, что это Алена Свиридова, я сказала, что я буду брать талантом. Я считаю, что талантом я еще не добрала, поэтому очень буду стараться, надеюсь, что все-таки у меня получится. В крайнем случае очень сильно хочется. И сейчас популярной итальянской песней «Фонарик» выходит Марина Девятого, между прочим. Подожди. Мне казалось, что эта песня называется «Валяре». Нет, «Валяре» это у итальянцев, это у них там это «Валяре, о-о-о-о». Вон, когда «Кантаре, о-о-о-о». Отлично, молодцы. А у нас это называется «Фонарик». О-о-о-о. Марина Девятого, встречайте! Эту историю мне не забыть никогда. Как с неба падала в ночь за звездою звезда. Все то, что будет со мной, вижу я по твоим глазам. И только с неба ночного светил ярко нам «Фонарик». О-о-о-о, фонарик, о-о-о-о, светил в ночи нам с тобой фонарик луны золотой. Это было водой из нелеганых стран, где-то рядом шумел океан. И еще было так далеко-далеко на зари, только сердце шептало, шептало, шептало. Гори, гори, фонарик, о-о-о, фонарик, о-о-о-о, светил в ночи нам с тобой фонарик луны золотой. Друзья, я хочу напомнить, что сегодня всем нашим участникам помогают здесь в выступлении на сцене балет «Прид-дэнс». Ваши аплодисменты! Ну а теперь давайте послушаем, что скажут члены жюри. Но прежде мне бы хотелось, чтобы члены жюри развернулись и посмотрели на плакат, который написан. Девятого ты лучшая! Так ли это? Евгений, скажите, пожалуйста. Ну я думаю, что только после первого выступления рановато говорить и обижать других участников. Но тем не менее, абсолютно органично Марина смотрелась в этой песне. Она и успела попеть, и успела потанцевать, и даже по раз подмигнула. Так что, как настоящая большая артистка, в эту одну минуту она успела сделать все. Поздравляю! Марин, вот немножко меня смутило, честно говоря, исполнение, потому что какая-то была такая была неуверенность, и даже где-то фальшивые ноты такие вот чуть-чуть, они звучали. К сожалению, ууу, это не мне. Ну а теперь, Мариночка, рассказывай, каково это, выслушивать вот такие вот нелестные отзывы о своем выступлении? Очень даже иногда полезно. То есть ты приняла это к сведению, и ты ни в коем случае не споришь с членами жюри? Сейчас можно спорить, они же все равно ничего уже не решают. Не буду этого делать, потому что согласна. Скажи, а какие сама ты себе могла бы вынести замечания? Ну, нервы, нервы, нервы. Звоните, пожалуйста, набирайте номер 8-803-33-505. И отправляйте на короткий номер 6060, смс цифрой 5.